Издательство Эксмо. Мария Дубинина. Академия моего сна. Король кошмаров. Глава первая. Добро пожаловать в сон. Я всегда любила поспать, но в это утро глаза удалось разлепить с пятой попытки. Хотя это точно утро. Перекатившись на бок, я обнаружила, что переоценила свою способность проснуться до обеда после грандиозной вчерашней вечеринки. Замерев в позе эмбриона, я закрыла глаза и попыталась прогнать шум в голове. Чашечка кофе мне бы сейчас не помешала, но это потом. Для начала стоит собраться с мыслями, и я поползла к краю кровати и села над грудой подарков, которые вчера так и не удосужилась разобрать. Итак, с чего же все началось? В нашей компании старых друзей только у меня день рождения был осенью, в самом начале учебного года, что всегда очень огорчало. Едва ли не с первого класса для всех учеников в сентябре был порой грусти и печали. Поэтому, познакомившись с Оксаной на практике перед поступлением в университет, я так обрадовалась, когда узнала, что мы родились в один день. Само собой, это тут же стало поводом подружиться. Да и Оксана оказалась классной девчонкой, с которой всегда есть о чем поговорить. Мы даже внешне немного похожи. Обе рыжие, только разного оттенка. А это уже почти судьба. Но мы знакомы всего полтора месяца, а я уже сижу на кровати с ее подарком на коленях. С подарком, предназначавшимся ей, если быть точной. Кажется, мы пакеты перепутали. Написала я ей в сети, но сообщение повисло непрочитанным. Я задумчиво покрутила в руках плоскую коробочку, единственную без поздравительной открытки. Но у других подарков из пакета они присутствовали, из чего ясно следовало, что кое-кто перепраздновал. И схватил не свои вещи. И это была я. Отмечать решили вместе. У свежеиспеченных студентов не так много денег, чтобы гулять каждый день. Поэтому идея совместить торжества показалась нам гениальной. И не поспоришь, вышло весело. В два раза больше гостей, да и стол накрыт богаче. Только вот под конец меня немного развезлось непривычки. В школе алкоголь не пробовала, на тусовки ходила редко и вообще была паенькой. И вот результат. В понедельник тогда обменяемся, ок? Отправила еще одно сообщение. Но Оксане, видимо, требовалось больше времени, чтобы отоспаться. Я со вздохом отложила коробочку и ушла в душ. Кто же знал, что вернувшись, обнаружив в комнате Мотю, догрызающего упаковочную бумагу. Мотя был активным котенком и к ленточкам и веревочкам питал особенную страсть. Увидев, что стало с чужим подарком, я схватилась за сердце. Мотя заорала я, хватая котенка и выдворяя его за дверь. Увы, ситуацию это стабилизировало, но не спасло. Коробка пришла в полную негодность. Что же делать? Что же делать? Что же? А это идея. Я очистила коробку от остатков бумаги и лент, убрала изрядно пожеванную крышку и достала из-под нее ловец снов. — Какой красивый! — в спальню заглянула мама. — Это кто подарил? — Не знаю, — ответила я, как зачарованная, глядя на колыхание пушистых белых перышек на унизанных деревянными бусинами шнурках. Ловец и правда был красивым, белоснежным, воздушным, с изящным кружевом переплетенных шнурков на небольшом кольце. Даже жаль, что не мой. — Открытку не потеряй! — сказала мама напоследок и закрыла за собой дверь. — Какую? — начала я, а потом заметила на полу картонный квадратик. Похоже, будто выпал из покореженной коробки. Я подняла его и с недоумением оглядела. Простая белая глянцевая карточка без каких-либо признаков цветочков, бабочек и сердечек, что обычно рисуют на открытках. Перевернула и прочитала несколько строк, написанных вычурным шрифтом, как на свадебном приглашении. — Добро пожаловать в мир сновидений! — прочитала я вслух и хмыкнула. — Хм! Но что еще можно написать в дополнение к ловцу снов? — Спокойной ночи! Я искала, куда можно переложить ловец, чтобы смотрелось красиво. Но дома, как назло, не нашлось ни одной приличной подарочной коробки, даже завалящего пакета. Что ж, придется сходить в магазин. Я проверила диалоги, но Оксана так и не прочитала мои смс-ки. Соня. Хотя Соня — это я, меня так зовут. И стоит признать, мне это имя подходит. После гулянки я проснулась ближе к обеду. После инцидента с коробкой позалипала пару часиков в интернете, почитала книжку, потом собралась и сбегала до ближайшего торгового центра. По дороге встретила одногруппницу и зашла с ней в кафешку. В итоге домой вернулась после шести. Благо, сегодня суббота и впереди еще целый выходной. Ловец снов висел над кроватью. Мам, позвала я. Зачем ты сюда его повесила? Мам! Я же не сказала ей, что это не мой подарок. А мама любит всякие безделушки. Вот, наверное, и пристроила такую красоту на положенное ей место. Мам! Я зашла на кухню, но мамы там не было. Зато на холодильнике висела записка. Все ясно. У тети опять семейные проблемы, и мама полетела ее утешать. Ничего в жизни не меняется. Я воспользовалась ситуацией и врубила в зале сериал на большом экране. Домашний кинотеатр – это тебе не с ноутбука субтитры читать, поэтому двумя сериями дело не ограничилось. Когда мама вернулась от сестры, у меня уже глаз на глаз смотрел. Что там опять случилось? – спросила я, но мама только рукой махнула. Наверное, очередной ухажер бросил. Вот у людей жизнь бурлит. А у меня течет между сном и учебой, учебой и сном. Искупавшись, я легла спать пораньше. Мотя устроилась в ногах, дожидаясь, пока я уснул, чтобы начать жевать мои пальцы. Белые перья ловца снов мерцали в темноте, как будто светились изнутри. Я полюбовалась ими, а потом незаметно для себя заснула. Самое обидное – в выходной проснуться раньше, чем встаешь по будням. Будильник не звенел, но я открыла глаза и обнаружила, что в комнате уже светло, но еще недостаточно. Дверь закрыта, мне показалось, что что-то не так. Наверное, не до конца проснулась. «Мотя!» – позвала я. Так, вот что странно. Игручий котенок за всю ночь ни разу меня не побеспокоил. А сейчас вообще пропал из закрытой комнаты. «Мотя! Ты куда залез?» «Киса, киса, киса!» Пушистый комок не отзывался, и я сползла с кровати и заглянула под нее. Кроме прошлогодней пыли там ничего не было. «Мотя! Мотя!» – позвала я и для верности проверила книжный стеллаж, куда он любит забираться. Хотя в этом случае я бы точно проснулась от грохота падающих книг. Или мама его ночью выпустила, пока я спала без задних ног. Я взъерошила волосы, зевнула и вышла в коридор. Коридор. Ага. Посмотрела направо, посмотрела налево. Ряды дверей уходили в обе стороны, что уж точно не походило на нашу с мамой двухкомнатную квартиру. И напротив то же самое. Я вернулась в комнату, закрыла дверь, досчитала до пяти, вышла снова. Ничего не изменилось. Да блин, вырвалась у меня. Что за ерунда? Дверь напротив открылась. Из-за нее выглянул незнакомый парень в сползающих с кончика носа нелепых больших очках. «Привет!» – радостно сказал он. «Клевая пижама!» Я опустила взгляд на растянутые на коленках штаны в розовую клетку. Тапочки я дома не носила, хорошо еще, что спала не в трусах. «Э-э-э-э», – протянула я растерянно. «Спасибо!» Мы смотрели друг на друга, пока парень не догадался выйти полностью, явив мне свою пижаму, серую в полоску. И тапочки на нем были с плюшевыми зайцами. «То творится в моей голове, и, что не менее важно, в моей квартире!» «Меня зовут Шанти!» Он протянул мне руку, но я была слишком занята размышлениями, чтобы сообразить ее пожать. «А ты?» «Соня!» «Смешно!» – неловко улыбнулся он. «Правда, Соня!» Я отвлеклась и попыталась представить, что просто еще сплю. «София!» «Прости, но...» «Ты хочешь спросить, спишь ты или нет?» – догадался парень. Я кивнула. «Так я сплю?» «Ага». «А ты мне снишься?» «Нет, я тоже сплю. Мы все тут спим». Я еще раз тупо кивнула. Ну, конечно. Все же элементарно. Шанти долго молчал, ждал, пока я о смысле услышанное. Но оно это услышанное осмысливаться никак не хотело. «Прости», – вздохнула я. «Но я все еще не понимаю». «Зайди ко мне! Не в коридоре же торчать!» Шанти распахнул дверь. «Ну давай, не бойся!» Он вошел, и я, помявшись, шагнула следом за ним. И словно очутилась в другом измерении. Комната казалась гораздо больше моей, но захламленной до такой степени, что развернуться было негде. Где-то между залежами книг, банок и склянок и лабиринтами стеллажей угадывалась широкая двуспальная кровать, которая выглядела чужеродным чистым пятном в море хаоса. «Тут немного не прибрано!» – заявил Шанти, неловко оправдываясь. «Сейчас все уберу». Он отвернулся, и через секунду от нас до кровати образовалась чистая дорожка, а книги и тетради сами собой раздвинулись в стороны. Правда, стройность их стопок существенно пострадала. «Как ты это сделал?» – спросила я. Даже не удивилась, просто решила пока принимать все так, будто это на самом деле. Читала, что есть такая функция у мозга, чтобы себя защищать. «Ну, подумал». Шанти пожал узкими плечами. «Кстати, я впервые обратила внимание на внешность моего неожиданного знакомого с тех пор, как его увидела. Не начать шока. Невысокий для парня, выше меня всего лишь на ладошку или около того. Худощавый, немного сутулый, а может, так кажется, из-за безразмерной пижамы. Светлые волосы у корней чуть темнее. Мятые, взъерошенные, будто парень долго ворочался во сне. Сложно сказать, показался ли он мне привлекательным, потому что обычно я равнодушна к блондинам. Но, стоит признать, даже дурацкие очки не скрывали удивительный цвет его глаз. Светло-зеленый, почти как нарисованный. «Соня!» – позвал он, и я часто заморгала. Неловко вышла, стою и пялюсь, как дурочка. Честно попыталась я вспомнить его имя. «Шанти!» «Шанти!» – послушно повторила я и нахмурилась. «Это что за имя такое? Никнейм?» «Нет!» – отмахнулся он. «С ником я тебя потом познакомлю, он еще не ложился». Тут уже у меня совсем все в голове перемешалось. «Так, так, давай по порядку!» – взмолилась я, вскидывая руки перед собой. «У меня сейчас мозг взорвется!» Шанти беспомощно забегал взглядом по окружающему хаосу, то есть обстановке. «Присядем!» Я перешагнула через ящик с пробирками и села на край кровати. Шанти запрыгнул рядом, скинул тапки и подобрал под себя ноги в полосатых носках. «Вообще-то об этом не я должен рассказывать, а Костелян. Ну, знаешь, местный смотритель. Но раз так вышло, дам краткую справку. Раз ты получил ловец снов и приглашения, значит, у тебя есть задатки к магической деятельности. Поэтому, как только ты заснула, ловец принес тебя сюда». Шанти замолчал с радостной улыбкой, ожидая моей реакции. «Ну, я тупо уточнила. Сюда?» «В академию сна. Ну, на самом деле она по-другому называется, но так проще». «Академия сна. Академия сна. Я повторила это про себя еще раз десять, но ощущение то ли собственной тупости, то ли окружающего безумия никуда не исчезло. Здесь что, все учатся спать? Нет, здесь все спят и учатся. Я не нашла ничего лучше, как просто упасть на спину и закрыть глаза. Если как следует зажмуриться, я проснусь обратно в своей квартире. Мне как бы послезавтра на учебу». «Не знаю, почему тебя сразу не встретили», — продолжал вещать Шанти, пока я силилась уснуть во сне. «Вот я как уснул, сразу встретил Костеляна. Знаешь, так себе зрелище. Хотя, говорят, он типа метафора и всем показывается в разном обличии. Я-то тут всего ничего, так что только слухи собрал пока». О, Ник уснул. Мария Дубинина, Академия моего сна, Король кошмаров. Глава первая. Добро пожаловать в сон. Я всегда любила поспать, но в это утро глаза удалось разлепить с пятой попытки. Хотя это точно утро. Перекатившись на бок, я обнаружила, что переоценила свою способность проснуться до обеда после грандиозной вчерашней вечеринки. Замерев в позе эмбриона, я закрыла глаза и попыталась прогнать шум в голове. Чашечка кофе мне бы сейчас не помешала, но это потом. Для начала стоит собраться с мыслями, и я поползла к краю кровати и села над грудой подарков, которые вчера так и не удосужилась разобрать. Итак, с чего же всё началось? В нашей компании старых друзей только у меня день рождения был осенью, в самом начале учебного года, что всегда очень огорчало. Едва ли не с первого класса для всех учеников в сентябре было порой грусти и печали. Поэтому, познакомившись с Оксаной на практике перед поступлением в университет, я так обрадовалась, когда узнала, что мы родились в один день. Само собой, это тут же стало поводом подружиться. Да и Оксана оказалась классной девчонкой, с которой всегда есть о чём поговорить. Мы даже внешне немного похожи. Обе рыжие, только разного оттенка. А это уже почти судьба. Но мы знакомы всего полтора месяца, а я уже сижу на кровати с её подарком на коленях. С подарком, предназначавшимся ей, если быть точной. Кажется, мы пакеты перепутали. Написала я ей в сети, но сообщение повисло непрочитанным. Я задумчиво покрутила в руках плоскую коробочку, единственную без поздравительной открытки. Но у других подарков из пакета они присутствовали, из чего ясно следовало, что кое-кто перепраздновал и схватил не свои вещи. И это была я. Отмечать решили вместе. У свежеиспечённых студентов не так много денег, чтобы гулять каждый день. Поэтому идея совместить торжества показалась нам гениальной. И не поспоришь, вышло весело. В два раза больше гостей, да и стол накрыт богаче. Только вот под конец меня немного развезло с непривычки. В школе алкоголь не пробовала, на тусовки ходила редко. И вообще была паенькой. И вот результат. В понедельник тогда обменяемся, ок? Отправила ещё одно сообщение. Но Оксане, видимо, требовалось больше времени, чтобы отоспаться. Я со вздохом отложила коробочку и ушла в душ. Кто же знал, что, вернувшись, обнаружив в комнате Мотю, догрызающего упаковочную бумагу. Мотя был активным котёнком и к ленточкам и верёвочкам питал особенную страсть. Увидев, что стало с чужим подарком, я схватилась за сердце. «Мотя!» заорала я, хватая котёнка и выдворяя его за дверь. Увы, ситуацию это стабилизировало, но не спасло. Коробка пришла в полную негодность. Что же делать? Что же делать? Что же? А это идея. Я очистила коробку от остатков бумаги и лент, убрала изрядно пожёванную крышку и достала из-под неё ловец снов. «Какой красивый!» В спальню заглянула мама. «Это кто подарил?» «Не знаю», — ответила я, как зачарованная, глядя на колыхание пушистых белых пёрышек на унизанных деревянными бусинами шнурках. Ловец и правда был красивым, белоснежным, воздушным, с изящным кружевом переплетённых шнурков на небольшом кольце. Даже жаль, что не мой. «Открытку не потеряй!» Сказала мама напоследок и закрыла за собой дверь. «Какую?» Начала я. А потом заметила на полу картонный квадратик. Похоже, будто выпал из покорёженной коробки. Я подняла его и с недоумением оглядела. Простая белая глянцевая карточка без каких-либо признаков цветочков, бабочек и сердечек, что обычно рисуют на открытках. Перевернула и прочитала несколько строк, написанных вычурным шрифтом, как на свадебном приглашении. «Добро пожаловать в мир сновидений!» — прочитала я в слух и хмыкнула. «Хм! Но что ещё можно написать в дополнение к ловцу снов? Спокойной ночи!» Я искала, куда можно переложить ловец, чтобы смотрелось красиво. Но дома, как назло, не нашлось ни одной приличной подарочной коробки, даже завалящего пакета. Что ж, придётся сходить в магазин. Я проверила диалоги, но Оксана так и не прочитала мои смс-ки. Соня. Хотя Соня — это я, меня так зовут. И стоит признать, мне это имя подходит. После гулянки я проснулась ближе к обеду. После инцидента с коробкой позалипала пару часиков в интернете, почитала книжку, потом собралась и сбегала до ближайшего торгового центра. По дороге встретила одногруппницу и зашла с ней в кафешку. В итоге домой вернулась после шести, благо сегодня суббота и впереди ещё целый выходной. Ловец снов висел над кроватью. — Мам! — позвала я. — Зачем ты сюда его повесила? — Мам! Я же не сказала ей, что это не мой подарок. А мама любит всякие безделушки. Вот, наверное, и пристроила такую красоту на положенное ей место. — Мам! Я зашла на кухню, но мамы там не было. Зато на холодильнике висела записка. Всё ясно. У тёти опять семейные проблемы, и мама полетела её утешать. Ничего в жизни не меняется. Я воспользовалась ситуацией и врубила в зале сериал на большом экране. Домашний кинотеатр — это тебе не с ноутбука субтитры читать. Поэтому двумя сериями дело не ограничилось. Когда мама вернулась от сестры, у меня уже глаз на глаз смотрела. — Что там опять случилось? — спросила я, но мама только рукой махнула. — Наверное, очередной ухажёр бросил. Вот у людей жизнь бурлит. А у меня течёт между сном и учёбой, учёбой и сном. Искупавшись, я легла спать пораньше. Мотя устроился в ногах, дожидаясь, пока я уснул, чтобы начать жевать мои пальцы. Белые перья ловца снов мерцали в темноте, как будто светились изнутри. Я полюбовалась ими, а потом незаметно для себя заснула. Самое обидное — в выходной проснуться раньше, чем встаёшь по будням. Будильник не звенел, но я открыла глаза и обнаружила, что в комнате уже светло. Но ещё недостаточно. Дверь закрыта, шторы задёрнуты. Но мне показалось, что что-то не так. Наверное, не до конца проснулась. — Мотя, — позвала я. Так, вот что странно. Игручий котёнок за всю ночь ни разу меня не побеспокоил. А сейчас вообще пропал из закрытой комнаты. — Мотя, ты куда залез? — Киса, киса, киса. Пушистый комок не отзывался, и я сползла с кровати и заглянула под неё. Кроме прошлогодней пыли там ничего не было. — Мотя, Мотя! — позвала я и для верности проверила книжный стеллаж, куда он любит забираться. Хотя в этом случае я бы точно проснулась от грохота падающих книг. Или мама его ночью выпустила, пока я спала без задних ног. Я взъерошила волосы, зевнула и вышла в коридор. Коридор. Ага. Посмотрела направо, посмотрела налево. Ряды дверей уходили в обе стороны. Что уж точно не походило на нашу с мамой двухкомнатную квартиру. И напротив то же самое. Я вернулась в комнату, закрыла дверь, досчитала до пяти, вышла снова. Ничего не изменилось. Да блин, вырвалась у меня. Что за ерунда? Дверь напротив открылась. Из-за неё выглянул незнакомый парень, в сползающих с кончика носа нелепых больших очках. «Привет!» – радостно сказал он. «Клёвая пижама!» Я опустила взгляд на растянутые на коленках штаны в розовую клетку. Тапочки я дома не носила, хорошо ещё, что спала не в трусах. Э-э-э-э…» — протянула я растерянно. «Спасибо. Мы смотрели друг на друга, пока парень не догадался выйти полностью, явив мне свою пижаму, серую в полоску. И тапочки на нём были, с плюшевыми зайцами. «Тут творится в моей голове, что не менее важно, в моей квартире». «Меня зовут Шанти». Он протянул мне руку, но я была слишком занята размышлениями, чтобы сообразить её пожать. А ты? Соня. Смешно, неловко улыбнулся он. Правда, Соня. Я отвлеклась и попыталась представить, что просто еще сплю. София, прости, но... Ты хочешь спросить, спишь ты или нет? Догадался парень. Я кивнула. Так я сплю? Ага. А ты мне снишься? Нет, я тоже сплю. Мы все тут спим. Я еще раз тупо кивнула. Ну, конечно, все же элементарно. Шанти долго молчал, ждал, пока я смыслю услышанное. Но оно, это услышанное, осмысливаться никак не хотела. Прости, вздохнула я, но я все еще не понимаю. Зайди ко мне. Не в коридоре же торчать. Шанти распахнул дверь. Ну, давай, не бойся. Он вошел, и опомявшись, шагнула следом за ним. И словно очутилась в другом измерении. Комната казалась гораздо больше моей, но захламленной до такой степени, что развернуться было негде. Где-то между залежами книг, банок и склянок и лабиринтами стеллажей угадывалась широкая двуспальная кровать, которая выглядела чужеродным чистым пятном в море хаоса. Тут немного не прибрано, — заявил Шанти, неловко оправдываясь. — Сейчас все уберу. Он отвернулся, и через секунду от нас до кровати образовалась чистая дорожка, а книги и тетради сами собой раздвинулись в стороны. Правда, стройность их стопок существенно пострадала. — Как ты это сделал? — спросила я. Даже не удивилась, просто решила пока принимать все так, будто это на самом деле. Читала, что есть такая функция у мозга, чтобы себя защищать. — Ну, подумал, — Шанти пожал узкими плечами. — Кстати, я впервые обратила внимание на внешность моего неожиданного знакомого с тех пор, как его увидела. Не начать шока. Невысокий для парня, выше меня всего лишь на ладошку или около того. Худощавый, немного сутулый, а может, так кажется, из-за безразмерной пижамы. Светлые волосы у корней чуть темнее, мятые, взъерошенные, будто парень долго ворочался во сне. Сложно сказать, показался ли он мне привлекательным, потому что обычно я равнодушна к блондинам. Но стоит признать, даже дурацкие очки не скрывали удивительный цвет его глаз. Светло-зеленый, почти как нарисованный. — Соня! — позвал он, и я часто заморгала. Неловко вышла, стою и пялюсь, как дурочка. Честно попыталась я вспомнить его имя. — Шанти! — Шанти! — послушно повторила я и нахмурилась. — Это что за имя такое? Никнейм? — Нет! — отмахнулся он. — С ником я тебя потом познакомлю, он еще не ложился. Тут уже у меня совсем все в голове перемешалось. — Так, так, давай по порядку! — взмолилась я, вскидывая руки перед собой. — У меня сейчас мозг взорвется! Шанти беспомощно забегал взглядом по окружающему хаосу, то есть обстановке. — Присядем! — я перешагнула через ящик с пробирками и села на край кровати. Шанти запрыгнул рядом, скинул тапки и подобрал под себя ноги в полосатых носках. — Вообще-то об этом не я должен рассказывать, а Костелян. Ну, знаешь, местный смотритель. Но раз так вышло, дам краткую справку. Раз ты получил ловец снов и приглашения, значит, у тебя есть задатки к магической деятельности. Поэтому, как только ты заснула, ловец принес тебя сюда. Шанти замолчал с радостной улыбкой, ожидая моей реакции. Ну, я тупо уточнила. Сюда? В Академию сна. Ну, на самом деле она по-другому называется, но так проще. Академия сна. Академия сна. Я повторила это про себя еще раз десять, но ощущение то ли собственной тупости, то ли окружающего безумия никуда не исчезло. Здесь что, все учатся спать? Нет, здесь все спят и учатся. Я не нашла ничего лучше, как просто упасть на спину и закрыть глаза. Если как следует зажмуриться, я проснусь обратно в своей квартире. Мне как бы послезавтра на учебу. Не знаю, почему тебя сразу не встретили, продолжал вещать Шанти, пока я силилась уснуть во сне. Вот я как уснул, сразу встретил Костеляна. Знаешь, так себе зрелище. Хотя, говорят, он типа метафора и всем показывается в разном обличии. Я-то тут всего ничего, так что только слухи собрал пока. О, Ник уснул.